всего одно легкое движение и ты поедешь на параллельных лыжах без падений в повороте с вами горнолыжный инструктор валерий и всем привет сегодня мы будем резать вельвет работа стопой мизинчиком или будущей внутренней лыжи звучит везде повсюду и по всякому а давайте сделаем это большинство людей на склоне катается в плуге это не обязательно агрессивный плуг полушпагат как моем видео для начинающих а частые подплуживание в начале поворота есть много причин этому но сегодня мы остановимся на одной очень важной она мешает лыжникам катающимся много лет и становится большой проблемой при обучении карвинговому повороту при переходе с одного поворота в другой люди попросту поворачивают только одну лыжу и меняет только один кант совсем не задумываясь о второй а ведь у нас их два поэтому мы будем работать именно со второй лыжи которая в новом повороте станет внутренней или верхней ведь она также должна повернуть и главное поменять кант сейчас мы стоим траверсе ссылку на видео оставляю обязательно выучите этот элемент значит мы стоим на верхних контакт лыжи параллельны здесь большой палец а здесь мизинчик логично что при повороте в другую сторону мы должны опять быть на верхних контакт то есть уже здесь будет большой палец а здесь мизинчик так чтобы лыжи стали параллельны но если у вас момент этого мизинчик а давайте на месте попробуем ставить лыжу на мизинчик сначала одну а потом другой. Как? Попробуйте словить ощущение, как будто будущую внутреннюю стопу отводим в направлении нового поворота и мы как будто поднимаем в это время большой палец и нажимаем на свой мизинчик, то есть на внешнюю часть стопы. Если вам сложно, тогда другое ощущение. Как будто вы внутреннее колено отводите в сторону нового поворота. Здесь главное, чтобы вы поняли, что именно вам нужно сделать в движении. А сейчас попробуем на очень маленькой скорости ехать в траверсе и плавно, очень медленно менять кант на будущей внутренней лыжи. Она должна первой поменять кант. Вы почувствуете, как вас сразу потянет повернуть в ту сторону. Просто попробуйте в движении четче стоять на внешней лыже и прям подтянуть внутреннюю к себе, чтобы она больше расслабилась. Тогда ею будет вам легче управлять. За эту фишку мне благодарна много учеников. Уверен, это улучшит и вашу технику. Так что практикуйтесь. И попрошу вас поставить палец вверх на этом видео и написать в комментариях свое мнение. Ведь для вас это секунды дело, а для меня мотивация делать новые видео. Спасибо. До встречи на склонах.